В Чебоксарах продолжат реконструировать самые загруженные участки дорог. В ближайшее время планируют завершить капитальный ремонт на улице Богдана Хмельницкого. Большой объем работ в городе предстоит выполнить и в следующем году. Какие объекты уже вошли в программу, узнавали мои коллеги. Передвигаться по улице Богдана Хмельницкого скоро станет проще. На этом участке уложили новый асфальт и начали расширять перекресток. Это поможет разгрузить плотный поток машин. В час по этой дороге проезжают более тысячи авто. Подрядные организации выполняют защиту инженерных коммуникаций, потому что у нас город насыщен инженерными коммуникациями. После защиты или переноса инженерных коммуникаций будет уже осуществлено само уширение и заасфальтировано. Технологически было невозможно по-другому сделать, потому что требовалось согласование с владельцами инженерных сетей. Работы планируют завершить до конца года. Морозная погода и осадки на эти сроки не должны повлиять. Подрядчики отмечают, что новые технологии позволяют укладывать асфальт на щебенку даже при минусовой температуре. При реконструкции дороги по улице Энгельса строители тоже использовали современные методы. На данном конкретном перекрестке было выполнено уширение с трех сторон для увеличения пропускной способности. На данном перекрестке интенсивность движения составляет около 700 автомобилей в час. Реконструкцию этого участка еще предстоит завершить. Подрядчикам необходимо уложить асфальт на выездок со дворов. А в перспективе по улице Энгельса планируют запустить и новый автобусный маршрут. Здесь уже начали обустраивать карманы для остановочных павильонов. Работа завершится в этом году. В этом году в городе реконструировали 8 перекрестков и более 200 тысяч квадратных метров дорожного полотна. В ближайших планах еще 5 участков. Это Ивана Якулева, улица Ашмарина. Это Игерский бульвар, проспект Мира со стороны кафе Лира. Также это Карла Маркса и электропарадчиков. Лен Комсомола в районе улицы Пролетарская. И улица Гагарина, 50 лет октября, с переносом остановки в район гостиницы «Россия». В следующем году в столице республики намерены реализовать и крупные проекты. В городе начнут реконструкцию московского моста. А до дня республики планируют открыть в первую очередь транспортные развязки в микрорайоне Садовый. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.